Новочное электронное издание по вопросам теории и истории изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и архитектуры. Журнал издается ежеквартально, с 2015 года в электронном формате и имеет сквозную нумерацию выпусков. Он является платформой для презентации работ художников, архитекторов, скульпторов, представителей различных художественных движений на евразийском пространстве. Редакционный совет журнала возглавляет Зураб Константинович Царетели, президент Российской Академии Художеств. В этом году в Байтайгинском Кожуне, одном из центров народного творчества, состоялся второй республиканский фестиваль «Мунгун Гаржек» «Серебряное Тесло». Это было невероятное по количеству участников и разнообразию различных событий и мероприятий. В рамках фестиваля состоялась вторая межрегиональная научно-практическая конференция, где в качестве почетного гостя был приглашен Михаил Юрьевич Шишин, главный редактор журнала «Искусство Евразии». В ходе работы конференции было подписано соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности между Центром развития Тувинской культуры, Институтом археологии и этнографии города Новосибирск и филиалом Российской Академии Художеств в Красноярске. В результате тесного сотрудничества Центра Тувинской культуры с главным редактором журнала 30 сентября 2019 года вышел 14-й выпуск научного журнала «Искусство Евразии». Посвященный искусству Республики Тува Публикации, представленные в данном выпуске, являются уникальными и вышли в свет впервые. В разделе журнала «Евразийское наследие» представлены публикации «История появления и развития малой пластики на территории Тувы» Айлана Эргит В статье рассматривается краткая история появления и развития малой пластики на территории Тувы, восходящих первобытно-общинному строю. «Искусство древней Тувы 3-1-го тысячелетия до н.э. Марина Килановская и Владимир Семенов «Художественные бронзы эпохи Хунну в Туве» Павел Леус В разделе журнала «По запасникам» и «Экспозиции музеев и картинных галерей» представлены публикации «Культура и искусство Тувы в музейных коллекциях России» «Собрание Феликса Кона 1902-1903 годов» Айлана Кужегет Статья посвящена деятельности и собранию Феликса Яковлевича Кона как свидетельству тувинской культуры Юрта «Древние жилища тувинцев» В статье представлен аналитический обзор постоянной экспозиции «Мир тувинцев. Быт традиции культуры» в Национальном музее Республики Това В разделе журнала «Форум» представлены публикации «Традиции тувинского буддийского искусства в творчестве мастера Когела Сая» Айлана Балган Константы кочевой культуры в творчестве художника Шоя Чурука Софья Белокурова Статья посвящена тувинскому художнику Шою Олзаевичу Чуруку Который является одним из интереснейших мастеров современного искусства Сибири О некоторых тувинских подушках из коллекции Национального музея Республики Това Автор Шолбана Монгуш Традиционный мир вещей тувинцев-кочевников Тамара Бютгичиева Статья посвящена руготворной, предметной среде обитания тувинцев Культура которых с древности формировалась в русле кочевого образа жизни Истоки творчества и наследия Нади Рушевой Яна Нанхо и Любовь Шойду Савыр Салчак Один из искусственных мастеров Байтаги Василий Салчак Статья посвящена неизвестной и широкой общественности сведения о Савыре Чамаяновиче Салчаке Современное каменерезное искусство Тувы Династия Тойбуха Александр Хертек Статья посвящена вопросу развития малой пластики в Республике Това Скифский звериный стиль в традиционных формах тувинского народного искусства Айлана Чап Статья посвящена преемственности образной системы, мотивов, техник и выразительных средств От ранний скифского искусства середины 17 века до нашей эры Современному народно-прикладному искусству Республики Това Скульптуры Александра Баранма Михаил Шишин Статья посвящена творчеству тувинского скульптора Александра Насовича Баранма А также многие другие авторы Каждая статья данного выпуска является результатом бесценного труда авторов, искусствоведов и сотрудников редакции журнала Выпуск журнала охватывает только малую часть удивительных явлений в художественной культуре Тувы Отдельная благодарность авторам научных статей за поддержку и реализацию данного выпуска Впереди нас ждут новые, красочные и содержательные издания о художественном наследии тувинского народа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok